Ребята, всем доброе утро, всем хорошего настроения. Мы начинаем свой рабочий день с интересной темы. Давайте я выскажу свое мнение, почему все-таки нашу компанию выбирают многие наши клиенты, за что вам огромная благодарность. Ну, наверное, первое, это потому что у нас фиксированная цена, например, за черновой ремонт. У нас нету никаких там, вы знаете, вот мы договорились так, написали в договоре так, а оттуда вытекающие какие-то последствия. Я сразу предупрежу, что в черновой ремонт входит сразу. Разработка планировочного решения в других компаниях, это платно. И есть в некоторых компаниях, это вообще не делается, все рисуется на коленке, а потом этот листочек где-то теряется и так далее. Здесь у вас планировочное решение полностью готовое будет, там разработка перегородок, демонтажные работы, если это требуется, там будет расстановка мебели, электрики, сантехники и так далее. То есть у вас уже есть план, как ваша будущая квартира будет в целом выглядеть и какая она функциональна, правильно ли до этого расположили все выключатели, в какую сторону открываются двери, может быть они раздвижные, распашные и так далее. То есть это очень важно, без вот этого планировочного решения ремонт мы не делаем, даже если у клиента есть наброски свои какие-то, то пожалуйста, welcome, мы можем взять за основу, переносим это все в электронный вид, все равно это делает проектировщик, возможно задает вопросы по каким-то параметрам, которые не учли, допустим, собственники, и уже мы выполняем ремонтные работы. Перегородки, штукатурка, электрика, разводка сантехническая вся, вентиляции, канализации, водоснабжение, отопление и стяжка пола. И все это вместе с материалами стоит 15 тысяч за квадратный метр. Вот вы умножаете, то есть вашу площадь, там утрированно говоря, начиная там, допустим, 20 квадратных метров, умножаете на 15 тысяч и получаете 300 тысяч черновой ремонт, white box некоторые, как ее называют. Есть люди, которые считают, что white box должны быть отшпаклеваны стены, и на этом мы экономим там типа того, что другие делают шпаклевку. Вы знаете, мы шпаклеванием стен занимаемся уже после того, как в чистовом ремонте, после того, как сделали даже плиточные работы и так далее, потому что после стяжки пола еще у вас сырые стены, они еще не успели высохнуть, поэтому шпаклевать стены просто так, лишь бы сдать этот объект, я считаю это глупо, потому что там вылезет плесень. Еще очень много разных параметров, которые мы рассказываем именно при личной беседе, почему мы этого не делаем и так далее, не будем открывать всю завесу тайны нашим конкурентам и так далее, пусть они работают как хотят. Опять же, чем мы отличаемся от клиентов в целом? Вот если у нас на примере, допустим, стандартной электрики, куда в принципе, если не усложненная какая-то электрика без проводных каких-то выключателей проходных, без подсвета, который требует, если вы видели вот такого трансформаторного отдельного ящика, к которому нужно ввести отдельные линии и тратить провод и так далее, это все стандарт так и входит. Вот как вы нарисовали количество розеток, количество выключателей и так далее, это все входит в стоимость. То есть мы не определенно говорим не свыше 30, например, каких-то там точек электрических. Нет. Как надо, так мы и делаем. Мы на этом не экономим. Мы берем объемом. Где-то чуть больше расход, где-то чуть меньше и в принципе мы все равно держимся так вот на одном плаву. А вот другие, например, компании, да, вас убеждают, что, например, вот если у вас несколько розеток, допустим, то проще делать каждому провод, потому что вдруг вы повесите какой-то ящик и перебьете провод, и вам нужно будет шторопить. А так вот перемычку сделали и все. Но как еще нужно будет объяснять людям, что материалы, которые они закупают, естественно, цену имеет совершенно другую. Вот это есть компании, которые не покупают на несколько там миллионов, как это делаем мы, например, да. То есть у нас нашего материала, одинакового материала, который мы используем, закуплено на несколько миллионов рублей, понимаете, да. То есть у нас не может быть откуда-то появиться какая-то дешевая штукатурка, например, с другого какого-то магазина или какой-то другой провод, на котором мы бы сэкономили из-за этой стоимости, которая, ну, конкурентно способна. Поэтому это глупости все. У нас полностью доставляется черновой материал, вы видели, от наших поставщиков уже в скопе. То есть это и блоки, это сразу смеси, штукатурка, это пластиковые маяки. Мы используем именно пластиковые, чтобы не вытаскивать металлические, да, чтобы лишний раз эти штробы не замазывать. И также, чтобы они не ржавели в дальнейшем, потому что на некоторых квартирах мы приходим, когда там сделают черновой ремонт, нам говорят, вот кто-то там делал, давайте мы начнем, то есть наша компания, заканчивать этот ремонт. И мы видим, что даже не умудрились вытащить вот эти вот железные маяки, потому что потом это под ними будет, соответственно, ржаветь. Очень много разных моментов, да. Мы не используем, еще раз повторюсь, не используем перегородки из гипсокартона. Стараемся на этом не экономить, хотя многие на этом стараются сэкономить и убеждают, что давайте мы вам здесь вот сделаем перегородку из гипса. На ней толком не повесишь телевизор, там шумоизоляция на ней гораздо будет хуже. Хлопнешь дверь, все равно будет определенная какая-то вибрация. Мы используем гипсокартон, когда в некоторых случаях, когда, вот, например, у человека, у заказчика маленькая, допустим, получилась ванна, и для того, чтобы перекрыть вот эти коммуникации, так сказать, закрыть стенкой, просит именно вот сделать это из гипсокартона, чтобы сэкономить, например, там вот эти вот несчастные 5 сантиметров. Вы понимаете, это в редких-редких случаях. Все в остальном везде блоки и все коммуникации мы обкладываем, там, с двух сторон или с одной стороны, смотря какой здесь жилой комплекс и так далее. У нас нет надбавки, например, за какую-то этажность. Если есть лифт, значит, эта стоимость одинаковая стоит, то есть без каких-то проблем. У нас нет разницы, обратите внимание, между ценой за 15 тысяч за квадрат, между Адлерским районом, где мы базируемся, где у нас есть поставщики, и, например, Догомысом. Вот взять аллею парк, вот я вам скажу. Первое. Там потолки выше трех метров, что у нас идет перерасход. Второе. Там механизированная стяжка пола запрещена, это ручная. И это все у нас упирается. Вот смотрите, потолки выше, расход кабеля больше, штукатурки больше, материала, соответственно, больше. А мы держим именно эту цену, 15 тысяч за квадратный метр. Понимаете? Конкурентно способный, даже несмотря на то, что это отдаленная и доставка дороже и так далее. Просто мы по согласованию стали не путаться, чтобы не было вот это вот тысячу рублей там за квадратный метр добавлять, а потом, а почему так, а почему здесь то же самое. Будем работать за счет объема, будем конкурентно способны. Вот. Опять же, вот смотрите, почему нас выбирают. А офис у нас есть, все знают. Публичность, пожалуйста, вы видите на канале все виды работ. То есть я не выбираю какие-то, знаете, как вам сказать, готовые проекты, по которым хожу и одно и то же снимаю. Смотрите, вот у нас законченный евро какой-нибудь, ремонт и так далее. Мне плевать, я прихожу на стройку, говорю, ребят, штукатурку начали, да, пришел там где-то, мешки лежат тут, ребята где-то, чайку себе заварили. Показываю, как есть. Главное, что потом в результате получится, понимаете, а не в каком красивом виде производятся вот эти работы. Вот, поэтому все этапы, естественно, наши клиенты видят. Не только на ютубе, чтобы вы понимали. Все эти промежуточные видео, с которых мы комплектуем целое видео, допустим, нашего рабочего дня, это все видео, которые попадают напрямую, непосредственно сразу нашему клиенту. У нас четко отработанная система, у нас 4 прораба, 4 рабочие машины, все обклеенные, да, с нашей рекламы, логотипов. У нас стационарный есть офис, мы уже работаем 3 года. У нас есть расчетный счет, то есть люди могут, пожалуйста, по безналичному расчету с ИП, там, или с ООО, пожалуйста, мы работаем. Мы предоставляем все документы для того, чтобы люди получили налоговый вычет, пожалуйста. То есть мы платим налоги официально, все работаем, все четко и несем эти затраты. И опять же, повторюсь, работаем за счет объема, а не за счет низкого качества работы. С нами работают бригады электриков, которые вот работают по одинаковой схеме. Мы работаем по электрике, именно по штробе, они вот эти вот сопли распускают, а потом штукатурят. Да, это красиво выглядит, когда это ровная штукатурная стена. Но у нас электрики зашли, сделали электрику и вышли, и больше сюда не возвращаются. Понимаете, проверив ее полностью, сдали ее и все. Это не растягивается ремонт от этого, это раз. Во-вторых, мы начинаем со штукатурных работ, которые первостепенно очень важны для влажного климата, для того, чтобы они просушились. То есть пока мы даже стяжку пола в течение вот этого времени заливаем, и после нее есть определенная влага еще, внутренняя стена уже сохнет этой штукатурки. А вы сами видели, какие есть кривые стены, как застройщики сдают все вот эти вот квартиры, даже в комплексе фрукты, который мне очень нравится. Вот такие вот кривые стены были, вот такие вот штукатурки, понимаете, по 5 сантиметров. Нужно было вкладывать туда сетку определенную, чтобы укрепить эту стену. То есть вот стандарт, который мы применили, это очень удобно для нашего клиента. Далее, конечно же, по чистовому ремонту. Здесь я, честно говоря, не буду сейчас открывать эти все тонкости, потому что, опять же повторюсь, нас очень много сейчас смотрят конкуренты. Конкуренты начинают злиться, я это вижу. Я вижу, когда начинается в разных чатах поносить нашу компанию, что мы якобы там затопили кого-то, что у нас плохие какие-то отзывы и так далее. Ну вот эта капелька в море, да, из нашего успешного вот этого объема работы, понимаете, да, она немножко неприятна, но тем не менее собака лает, караван идет. У нас есть определенные гарантии и так далее. Нас не надо искать, как других компаний. А вот частенько из других чатов я слышу, и мне даже скидывают наши же клиенты-скрины о том, что, Елисей, смотри, вот как люди доверились кому-то, да, кто-то с Украины, кто-то вообще с других регионов, да. Люди платят по 100% предоплаты, понимаете. У нас 5 этапов оплаты. Мы компания, которую нас можно найти. Я человек, руководитель компании, которую меня все знают и знаю, где я живу, где у меня дача, на чем я передвигаюсь. Меня всегда можно найти. Вот представьте себе, если бы настолько все было бы плохо, как наши конкуренты начинают поливать нас грязью, мне кажется, мы бы вообще закрылись и не поработали бы годом. Ну, поверьте, правда. А вот когда конкуренты наши начинают задвигать черновой ремонт чуть ли в два раза, чем дороже, чем мы, и начинают это говорить о том, что мы там какую-то трубу там пользуемся, рехау, вместо полипропилена, которая у нас включена. Да, полипропилен, да, это недорогой материал. Ну, ребят, отличие полипропилена от, допустим, трубы рехау, ну, сколько? Ну, пусть даже полторы-две тысячи за квадратный метр, вы смеетесь? То есть задвигать об этом заказчику, что, допустим, мастер-хаус там пользуется полипропиленом, из-за этого дешманский ремонт. Или, например, электрику укатать в гофре, например, и убеждать, что вот она затрата. Ну, конечно, затраты. Затраты на гофру, затраты на саму работу по монтажу электрики. Ну, здесь, опять же, я вам скажу, ну, максимум, также это увеличит стоимость там на тысячу за квадратный метр. Ну, откуда там будет под 30 тысяч там черновой ремонт? Откуда? Что там? Золотые грузчики, я не знаю, с высшим образованием читают стихи, пока они носят эти блоки. Или что? Ну, как бы все же везде одинаково. Поэтому, конечно, когда вот есть такая ученая степень, по которой люди вот так вот втирают мозги, например, да, осуждая нашу компанию за какие-то там мелочи, то, конечно, там вы представьте себе, сколько можно денег заработать на это. Тогда и не надо так жопу рвать, как это мы делаем, да, открывать офис, тратиться на это, объемы ответственности как унести. Пару квартир взял, сделал, получил с этого прибыль. Красота, понимаете? Вот, я надеюсь, вам видео, это будет полезным, да, то есть, если вы хотите все-таки, чтобы дистанционный ремонт, который мы проводим, в 90% случаев, да, был для вас в первую очередь безопасен, чтобы вы не потеряли деньги, то, пожалуйста, к нам, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием людям нашим помогаем. Вот, напомню, что весь закупочный чистовой материал у нас есть человек, который занимается отдельно, это тоже удобно, поэтому наша компания также выбирает и пролонгирует наш договор. Мы вас никаким образом не заманиваем общим договором на полный ремонт. Мы разделили его, наоборот, на две части. Это удобно и для тех, кто, допустим, не имеет деньги сразу на полный ремонт. И также удобно, чтобы человек оценил нашу работу, дистанционную работу, и потом уже, если у него все хорошо, если у него есть степень доверия к нам хорошая, он продолжает с нами ремонт. Были случаи, что, я вам скажу, что были люди, которые отказывались. Ну, это, я говорю, крупинка, вообще частичка, прям совсем маленькая, да, и потом они искали где-то выгоду, потому что у них просто не хватало денег на ремонт в городе Сочи, а он дороже. Понимаете, люди начинают услышать там, что в Краснодаре дешевле там на столько-то, например, и говорят, почему здесь так дорого, давайте мы найдем краснодарских, пусть они нам сделают подешевле. И в итоге, с чем они, так сказать, сталкиваются? С тем, что бухают, отдыхают, они сюда приезжают с других регионов, вы думаете, им что, ваш ремонт нужен? Ну, девке пляж нужен, пиво, понимаете, тем более летом, идите попробуйте, посмотрите, как быстро делаются ремонты в других каких-то компаниях и так далее, с какими проблемами они уже здесь столкнулись. Ну и, соответственно, конечно же, если человек считает, что он собственными силами сделает ремонт гораздо лучше, это его право. Для этого у нас есть различный ремонт черновой, чистовой, пожалуйста. То есть, если вы считаете, что это норма давать, допустим, 100% предоплаты, то, пожалуйста, у нас, еще раз повторю, 30% предоплата, остальное еще 4 частями, всего 5 этапов оплаты будет по завершению работы. И то мы делаем работу, вы оплачиваете, проверяете, делаем работу, оплачиваете, проверяете. Каждый этап работы, естественно, снимается. Промежуточные этапы сейчас, наоборот, стали больше сниматься для того, чтобы меньше вопросов возникало у наших клиентов. То есть, нет проблем, прораб находится, он контролирует, а не просто рабочий, которому нужно взять телефон, что-то снимать. Он должен работать, понимаете. Он не должен сидеть, ждать, пока материал там привезут или так далее. То есть, многие частные компании или те, допустим, там фирмы, не знаю, у которых не так много объемов по работе, они начинают плавать. То есть, они не могут себе позволить большое количество рабочих, которые могут быть взаимозаменяемы. То есть, у них есть там, допустим, 5 работников, они взяли 5 квартир и растянут этот ремонт просто там до года, например. Потому что, например, если у вас не будет хватать плитки, вот просто не хватило, заказали, вы же не можете прям вот все четко, прям до плиточки просчитать. Где-то что-то ломается, где-то на подрез уходит. Не хватило немного плитки, получается, вы пока заказываете, а они пока бегут на другой объект. Ну, мы-то тоже так делаем, но у нас-то много объектов, мы можем этого же плиточника обратно притащить, а они пока там не доделают. Они же уже новые, там может быть договоренность какая-то, новый ремонт взяли, понимаете. И у вас в сторону, и потом пальцем вам говорят, вы виноваты и так далее. Отчего ваш ремонт может растягиваться? На примере, то есть, в наших каких-то примерах, да, что-то вы начинаете делать под заказ. Например, заказали плитку 2 недели. Например, мы начинаем с плиточных работ, уперлись в то, что у вас будет ванна. Ванна нужна для того, чтобы начать плиточные работы делать уже по стенам. Ванна опять заказана, опять растягивает ремонт. Какие-то позиции по дверям, допустим, скрытого монтажа, их нужно заказывать заранее. Потому что срок изготовления их бывает до 2 недель, например, до 3 даже недель. Соответственно, двери скрытого монтажа после напольного покрытия сразу устанавливаются перед, допустим, шпаклеванием стен. И продолжается следующая работа. Опять заказали, ждем. И вот такие вот моменты, они растягивают сам ваш ремонт. В черновом ремонте все проще. Ваш ремонт зависит только от того, насколько вы быстро согласуете планировочное решение. Планировочное решение согласовали. Мы сразу приступили к работам. У нас есть определенный срок, полтора месяца. Мы должны успеть в этот срок вложиться, несмотря ни на что. Если вы начинаете в черновом ремонте заказывать какие-то напольные конвекторы, они сейчас придут и так далее, что для установки, для монтажа, инсталляции сами там привозите. Возможно уже к завершению чернового ремонта. И здесь заказные какие-то позиции, опять же, это растягивается. А так нам, конечно, удобно черновой ремонт делать, когда уже все согласовано. Наши материалы не хватило. Прорабы довезли и так далее. Не хватило кабеля, электрики довезли и так далее, и так далее. То есть здесь не затягивается определенный срок. С чистовым ремонтом здесь очень много сюрпризов. Люди заказали обои. Начинают клеить обои. Не понравились заказчику. Не то, что как поклеим. Вот просто не понравились. Все, снимайте обои, они не подходят. Заказываем новые. Опять мы сидим, ждем. Без обоев не может зайти там, например, в следующий этап потолочник. То есть сроки растягиваются. Потолочник занят на другом объекте. Потом, когда поклеили обои, потолочник возвращаться должен. Но сразу он не может, потому что он уже взял за другую работу. То есть вот такие моменты, они бывают. Мы сидим, эти проблемы решаем, стараемся для вас. Поэтому, если вы еще раз, повторюсь, хотите хороший, качественный ремонт и без обмана, будем помогать вам и будем рады вам в этом помочь. Все. Подписывайтесь на канал. Ну, пока.